И Давид Гоцман, и Штрум из «Жизни и судьбы» — это персонажи определенной национальности. Они тебе хорошо удаются. Кровь моя, четвертью, дает о себе знать, и именно в этих ролях я вкладываю всю душу. — Леша, там бабушка была? — Бабушка, бабушка Нюся, Анна Петровна. Бабушка жила в Каменце-Подольске. Каменце-Подольске — это город на Украине, который находился тогда на самой границе. Бабушка, значит, не самой лучшей национальности во время войны. — А дедушка нет, да? — Дедушка — украинец, дедушка — украинец. А малолетние дети, мой папа и брат, 10-6 лет, добрые люди показали пальцем на бабушку Нюся. И сейчас какой-то бабушка Нюся оставила семью и отправила туда, где, собственно, самое место, в гетто. — Это в Каменце-Подольске? — В Каменце-Подольске, да. И дедушка остался с детьми. Дети были, значит, украинцы тоже. Такой вот казус. Значит, дедушка пошел по начальству немецкому, значит, вновь прибывшему, добиваться, значит, вот справедливости. Его не погнали с порога, короче говоря. Ну и не дали никаких разрешений, естественно, забрать бабушку, в общем-то сказать. И тогда дед решился на отчаянный поступок. Он ночью подъехал, значит, на телеге к забору, значит, попросил позвать Нюсю. Нюся подошла к забору. Дед выломал дыру в заборе. Нюся была некрупная, она была, так сказать, небольшого размера. Поэтому Нюся, значит, полезла в мешок. И среди, значит, мешков с картошкой была спрятана Нюся. Но самое прородительное в этой истории не это, а то, что дед мне говорил, что я видел, что немец, который это дело охранял, в часовой. Он видел, как я это делаю. И он ничего, он отвернулся. И после чего, значит, Нюся была отправлена в какую-то дальнюю деревню. Через какое-то время, значит, бабушку хватились, и дедушку, и детей забрали. И вот тут уже, так сказать, надо это должно, это уже были не немцы, это уже были, как говорится, наши. Украинские. Украинские, да, ребята, которые страшно избивали отца и брата его, и это я уже знаю от отца. Это я знаю от отца. Он каждый раз, я видел, что ему мучительно говорить об этом, мучительно говорить об этом. И они убивались с ответа, где бабушка, где мама. И поразительно, что 10-летние, 6-летние дети, которые знали, где мама, и так далее, они не убили маму.